что еще тебе рассказать надо жить у моря мама надо делать что нравится и по возможности ничего не усложнять это ведь только вопросы выбора мама месяцами пожирать себя за то что не сделано упущено и потрачено впустую или решить что оставшейся жизни как раз хватит на то чтобы все успеть и приняться за дело век пилить ближнего своего за то какое он тупое неповоротливое ничтожество или начать хвалить за маленькие достижения и победки чтобы он расцвел и почувствовал собственную нужность раз ты все равно с ним и любишь его зачем портить кровь ему и себе говорить конечно ты же бросишь меня и воскликнуть торжествующее так я и знала когда бросит или не думать об этом совсем радоваться факт существования вместе делать вместе глупости открытие и не проедать в любимом человеке дыру по поводу того что случится или не случится всегда говорить я не смогу глупо даже начинать или один раз наплевать на все и попробовать и даже если не получится изобрести другой способ и попробовать снова считать любого кто нравится тебе заведомо мудаком и садистом складывать руки на груди язвить ухмеляться говорить переубеди меня или один раз сдаться и сказать слушай я в ужасе от того сколько власти ты имеешь надо мной ты потрясающий мне очень страшно давай поговорим быть всегда уперта правым как говорит алена и всем в два хода давать понять кто тут босс и оставаться в итоге в одиночестве в обнимку со своей идиотской правотой или один раз проглотить спесь прийти мириться первым сказать я готов тебя выслушать объясни мне что происходит раз уж ты все равно думаешь об этом днями напролет быть гордым и обойденным судьбой никто меня не любит 2009 или глубоко вдохнуть и попросить о помощи когда нужна и получить помощь что самое невероятное ненавидеть годами за то как несправедливо обошлись с тобой или раз это так тебя мучает один раз позвоните спросить самым спокойным из голосов слушай я не могу понять почему 20 лет убиваться по ушедшей любви или собрать волю в кулак позволить себе заново доверяться открываться завязать отношения быть счастливым во втором гораздо больше доблести на мой взгляд чем в первом для первого вообще не требуется никаких душевных усилий прочитать про себя мерзость и расстроиться на неделю или пожать плечами и подумать как тебе искренне жаль написавший страдать и считать что мир это длинная шутка архитектора матрицы тыкать свои шрамы как в ордена грустно иронизировать насчет безнадежности своего положения или начать признаваться себе в том что вкусное вкусно теплое согревает красивое заставляет глаз ликовать хорошие улыбаются щедры готовы делиться они все это вместе издевка небесная еще один способ тебя унизить господи это так просто мама от этого такое хмельное ощущение всемогущества не понимая почему это не всем так очевидно как мне все на свете просто вопрос выбора не более того не существует никаких заданностей предопределенности недостижимых вершин ты сам себе гвоздь в сапоге и дурная примета это ты выбрал быть жалким никчемным и одиноким или счастливым и нужным никто за тебя не решил никто не способен за тебя решить если ты против если тебе удобнее думать так чтобы ничего не предпринимать живи как жил только не смей жаловаться на обстоятельства в мире где люди покоряют эвересты записывают мульти платиновые диски и берут осадой самых неприступных красавиц будучи безвестными очкастыми клерками у тебя нет права говорить будто что-то даже в теории невозможно да для этого нужно иметь волю нужно всего-то выбрать и быть верным своему выбору до конца только-то вселенная гибкий и чуткий материал из нее можно слепить хоть пьяцца матеи хоть район солнцево ты единственный кто должен выбрать что лепить я считала что это с любыми материальными вещами работы только не с людьми хочешь денег будут славы обрушиться путешествий только назначь маршрут но события последних недель доказывают мама что с людьми такая же история будь они трижды холодными скалами колючими звездами просто перестань считать их колючими звездами и один раз поговори как самим собой живым теплым и перепуганным вот удивишься как все изменится преобразится мама